Мы пересекли границу Сербии с Румынией. Едем по направлению Бухарест. Это столица Румынии. Сегодня 14 июня 2013 год. Вот наша газелька, наш брат-шофер. Ас. Нелюбитель сниматься, скромный очень. Это наш брат Игнатий Тихонович. И четвероногий друг Ураган. Наш охранник. Что тут скажешь? Я сижу сзади, ничем не занимаюсь. Ну, только так, дремлю, да молюсь. И то устал, а Николай Крущина за рулем все время сидит. В этих горах столько людей. Это невозможно. Ну, нашел камень теперь, пошел его ворочить. Давай. Ворочай. Ворочай камни, давай. Если я его пнул камень, тут уже тогда беда ему камню. Тащи его сюда, тащи. Давай. Ой, молодец такой. Давай, давай, тащи. Тому только в горах работает. Все, бросил. Слишком неподъемный. Гром левенит. Это гром должен быть, да? Не знаем теперь сегодня, где бы мы вычевать. А вот там, видимо, какая бушка. То ли живут, то ли покинуты. Ну, это уже румыны. Представь, как туда завозили материал, строили. Тождь идет. Надо прятаться, пошли. А то аппаратуру замочат. Мы проезжаем сейчас по Румынии. И вот вдоль дороги тянутся румынские сёра. Почти не пройдет. Заре виднеется радуга. Заре виднеется радуга. Тут тоже скотиной. Коза там хорошая отара паслась. Горешки, правда. Вот сейчас посмотрели мы в огородиках. Винограду много, но виноград невысокий. Вот так, и собаки у нас одна. Чтобы собаку увидеть в Германии или в Австрии, это невозможно. А тут только на таможде мы наезжали, собаки облетели, лавятся, в кабину лезут. По самой таможде. Вот живут рядом соседи. И хоть сколько лет будут жить. По-другому они похожи на стаффер, кровать не выбранную. Я не знаю, мне это нравится. А тут выстричь нах. И тут, чтобы в заготе, все отличные травы. Ну, конечно, пшеница тут того урожая не даст. У нас тут зайдет, как человек, трава по грудь эта пшеница-то. А какой урожай? Ну, 14-16 центровых гектаров. А тут она растет сантиметров 40 и больше. Спрашивают, сколько урожая? 47. Даже сравнивать нечего. Мы как будто бы огручили, солому выращивали. Так интересно. А у них, она вся ровная, это я уже недолгого из-под степной видел. Это особые селки такие. У него низенький рост, там, да и в три раза больше урожай, чем у нашего Игоря Барабаша. Ну, называется, культура земледелия. Тем более, в поляне распахи, это по стерне пашу. Он полицию снимит. Полиция вон выезжала, вон выехала. Вот, культура. Ну, дай бог, война такая, всех пересторит. Вот, Духовест 275. Это краевого мужа. Видишь, какие? Может, китые. А вот сами, направо, посмотри, там, въезд. Распект, я. Христа. И въезд. Распект уступает подразделие. Правда, пересклавные. И, конечно, мы там разговариваем. Ну, и красивый, про это говорим, но это может быть у меня аккаундики. Не знаю, ну, висиарь, не говори. Я сейчас вспоминаю кино, это финское Кукушка Тот ему много говорит Меня называют Кик Кёля А тебя как? Да пшел ты Он там понял, что пшел Так и стал его звать Русского Ваньку Я сегодня с трепетишками разговаривал С этими сербами Кажется, наши родные близкие славяне А языки как далеко разошлись Удивительно даже Он не может понять Я говорю, меня зовут Игнать А тебя как? А он не может понять меня Пшел ты, все Я ему так говорю А сколько тебе лет-то? Ну ребятишки двое маленькие Бревно там качают их и задавят Я думаю, поговорю и от бревна их как-то оттяну У них там листопилка Бедно видно живут Крыша проваленная И он давай по пальцам пересчитывает Уже вижу, он 10 считает А ему ну не больше 6 лет Я понял, что и тут он меня не понял Это ребятишки Вот что значит грех гордости Разделяет людей Вот это Вавилонская башня в долине Синаарской Вот мы едем здесь сколько уже И все разные народности Разные привычки, наклонности Но когда я читал в интернете Как вот относятся там полицейские Там вплоть до проколоть колеса Люди ходят Ничего этого я не увидел Я увидел одну Божью любовь Вот к нам совершенно другое отношение Я последние месяца буквально из интернета не вылазил По всем странам Узнавал привычки, навыки людей Как относятся, как иностранцев встречают Нас везде встречают хорошо И поэтому мы опыт этот будем передавать Но скажем, главное это молитва Любовь ко Христу Вот у нас собака была Так замучили собаку не провести Там что надо Там такие проверки В каждом государстве свои порядки Ни разу даже не проверили Ну на Украине присыпились там Но я отбился По-русски сказать 50 евро отдал Одного на выходе На входе по 50 То есть по новому завету Деньги-то брать нельзя Ну это заветы взяли Я подружился практически с ними Если еще туда придется ехать И собаку ни разу не потревожили А наоборот Подходят Она залает Вот сегодня залаяла Там кручен этот Там румын Отошел сразу А у него там свои собаки Лезут, лают Ни один них сказал Надень на морде Вот она привязана у нас Это наш ураган Нужно там подтягивается Чистейки выходим С ним гуляем Говорят На лужайку не выйдешь Там надо все время С мешочком И совком Собака если оправилась Это в городе В деревне Этого нету На станциях Хоть не заправляемся Ни разу Никто не сказал Ну я конечно аккуратно Стараюсь отойти рядом Где Ну не рядом быть-то Чтобы траву-то не загадить А он Помнится Подвернется Прям сядет На какой-то кустик На кустике И у него ничего Нигде не остается Ну там поднимет Ногу немного Хотя бы одно Замещание сделали А ведь у нас уже Позади Польша Германия Вот Австрия Там что у нас еще было? Чехия Чехию прошли Вот Теперь Словакия Словакия Она называется Теперь Сербия Вот Теперь на Румынию Пришли Но тут еще не сходили Не знаю Этот Какой-то опыт У нас уже есть Увидели Да Строго Где-то Одного Даже на своей машине Один сидел На капоте Когда велосипедиста Пропускали И тот ушел оттуда И больше ни разу Не подходили А то подходят Руки суют Здороваются Наш опыт Трудно передать Надо чтобы за них Кто хочет перенять опыт Столько же молились Мы все время молимся Сатана вмешивается В наше путешествие Прям трудно понять Он только не вмешался Но Он ничего не может сделать Мы спим А в это время Молитва идет И мы своих всех помним Вот Покажи тут Надписи какие Ну и заканчиваем Последний нахрен Субтитры сделал Субтитры сделал DimaTorzok